Радио Болтком Здравствуйте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что На коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления И даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос у меня был господин Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая, когда долги приступят У меня к вам вопрос, а к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон Всем доброго дня Здравствуйте, дорогие слушатели Начинается программа Добро пожаловаться Олег Пеков в студии Я напомню, что сегодня, как и обычно Вот с недавних пор у нас целый такой вот Я бы сказал штаб Мозговой штурм По вашим вопросам Вы можете звонить С любыми интересующими вас вопросами 6-7-212-93-9 6-7-213-93-9 Я вижу, что присылаете вы там и на WhatsApp тоже Сообщение номер 2-00-6191 Председатель правления Товарищества центра консультации Собственников квартир Председатель кооператива БАК-2 Сергей Сидорко С нами на прямой связи Здравствуйте Доброе утро Доброе утро И также Айварс Гонтарев Бывший председатель Рига Снаму Парвалдникс И Эрвинс Страупе Это заместитель председателя Ассоциации управляющих Латвии Так что очень представительная у нас компания Доброе утро всем Здравствуйте И я еще раз напоминаю Что любые вопросы Которые вас интересуют Вы можете задавать Как по телефону Нам будет очень приятно услышать Ваши живые голоса И также писать в WhatsApp Из тех вот вопросов Которые я посмотрел Что что-то мы не успели ответить Там интересовались слушатели Что с софинансированием Значит Будет ли софинансировать Рижская дума Работы по реновации И вообще Какие есть здесь возможности Там какой-то так был сформулирован вопрос Если говорить про Программы софинансирования Рижской думы Которая была По отдельным элементам Работ по реновации Когда можно было частично реновацию Оплатить при помощи Рижской думы То эта программа на этот год не действует Возможно Ну будем надеяться Может быть Рижская дума На следующий бюджетный год Когда будет сама планировать бюджет То она Занесет Запланирует такие расходы В прошлом году Когда готовился бюджет Насколько я понимаю Господин Буров Вычеркнул эту программу Вообще То есть такой вот Ну там была подготовка И ее исключили Скажем так Она была отдельная программа И ее отдельная программа Исключили Куда-то включили В итоге ничего не получилось На данный момент Ведь есть Программа Которая Позволяет Вот эти маленькие работы делать И исторические фасады И освещение Это все есть Но только я не знаю Не закончилась ли она Вот В конце прошлого года Там Можно было подавать заявки Ну это исторические фасады А речь шла о том Что Перед Своей кончиной Согласия Когда было В управлении Веческой думы Запустила специальную Квартиру Программу Для многоквартирных Жилых домов Той программы нет Да Эту программу Свернули Но можно Поинтересоваться Я понимаю Обратиться Спросить Вдруг Какие-то Есть еще Варианты Это Олег Я отвечу Так Спросите И обратиться Всегда можно Но В данном случае Надо Обращаться С тем Чтобы люди Понимали Что эта программа Была Востребована И запланировали Ее на следующий год Потому что Нет На сегодня Насколько я знаю Нет ни структуры Которая бы Занималась Этими деньгами Потому что На самом деле Это не так просто Просто записать Что вот Выделим вам Миллион Значит Нужно создать Соответственно Какой-то Коллектив Специалистов Которые будут Оценивать Эти программы Контролировать Их прохождение И так далее То есть Там Все серьезно И всего этого На сегодняшний день Нету И разговора Нету Зато Можно поздравить Рижскую думу С тем Что она победила Чудовище Окончательно В окончательной Редакции Рижская дума Разгромила Мусоропроводы Все Можем забыть Что в наших домах Есть мусоропроводы Причем Я почитал Формулировки Обоснования Но они очень Интересные Дума считает Думские представители Считают Что мусоропровод Мешает сортировать Мусор А РНП Настоятельно Напоминает Что мусоропровод Является источником Антисанитарии И всяких Других Неприятностей Ну я бы Сказал так Комментируют Как мусоропровод Может менять Мешать Выносить мусор Сортированный Не знаю По крайней мере Рижская дума Сама признается Что она не выполнила Свою главную задачу Не создала Общественные площадки Для сортированного мусора Куда можно было бы Свободно выносить И удобно выносить мусор Но мусоропроводы Запретила А РНП Просто не Способны Справиться С уборкой Ну тогда Если они Не способны Справиться С уборкой И содержанием Санитарного состояния Мусоропроводов Ну может быть Надо признать Что главным Источником Загрязнения Является Человек В многоквартирном доме Ну и сделать Аналогичные Далеко идущие Выводы Зачем он там Пачкает Ну получается Что Извините Коллеги Я бы Немножко хотел Откорректировать Вас Насчет Программы Она все же есть И В том что Зашел В домашнюю Страничку Департамента Имущества И все еще Она Существует Но в этом году Могут быть Реализованы Только те Проекты Которые были Я просто Парельно зашел И почесал И домашнюю Страничку Те проекты Которые были В прошлом году Подтверждены Да И в этом году Можно готовиться На следующий год Это по Энергоэффективности Вот это Как раз Та программа Сергей Которая Раньше Была Параллельно Подсаскан Сейчас Они оба Объединены Под Департаментом Имущества И они Существуют Да Очень хорошо Просто Можно Посетить Домашнюю Страничку Атьеону Но вот Насколько Может быть Эффективна Программа По аварийной Ситуации Которой Нужны Деньги Сейчас И сразу И незамедлительно А когда Тебе нужно Заполнять Уйма документов И деньги Ты получишь Наверное Через год Это под вопрос Будем смотреть Как она Будет Работать В природе Потому что Старая Программа Которая Хорошо Работала Ее Завернули И вот Сделали Новую Посмотрим Будем смотреть Жизнь покажет Извините Что перебил Просто Маленькая Коррекция Да Но у меня Вопрос Все-таки Вот По мусоропроводу Что же В результате Получается Логика Такая Что люди Которым Теперь придется Во-первых Где будут Оборудованы Вот эти места Для выноса Мусора В многоквартирных Домах Придется Людям выходить Получается На улицу И считается Что вот этот Выход на улицу Сподвигнет Людей Еще и Заодно Пройтись Какое-то Непонятное Количество Сотен Даже Может быть Метров Поскольку Я понимаю Что далеко Не везде В микрорайонах Оборудованы Эти все Площадки Для сортировки Мусора Что люди Начнут Активнее Сортировать Мусор Логика Такая Логика Это логика Но я не вижу Чтобы она была Чем-то подкреплена Во-первых Мусор сортируется В квартире Он раскладывается В разные мешки А далеко Не у мусоропровода Или у Мусорного Контейнера Вторая Большинство Мусоропроводов Стоит в девятиэтажках Которые выстроены В виде стены С очень маленькими Прилегающими Земельными Участками Основная масса Мусоропроводов Там находится К сожалению Там размещать Контейнеры Негде Мы попытались Около дома Разместить Контейнеры Нам их подожгли На третью Неделю Дом потерял В убытке Это порядка Пяти тысяч евро Потому что Выгорела Утепленная стена Ее пришлось Восстанавливать Мусорники Мы оттуда убрали И больше Нигде нет Так что Логики Я здесь Никакой не вижу Особенной Ну Есть административные Решения Зато есть достижения Запрещено Весной Будут контролировать Закрыт Или нет Да Такие Достаточно печальные Новости Еще раз Я напомню Телефоны Прямого эфира 67 212 93 9 67 213 93 9 Звоните Все интересующие вас Вопросы Задавайте И по мусору И может быть Там какие-то другие Вот нам шлют На ватсапе Такой Ну тут скриншот Новости Создадут Центр жителей Рижских микрорайонов Зачем Вопросительный знак Честно говоря Там Ну вот виден Только заголовок Нет ли у вас Информации О том Что это за Центр жителей Рижских микрорайонов И Действительно Зачем он нужен Ну я То что я Слышал Что будут Ликвидированы Исполнительные Дирекции Которые были На местах И вместо них Будет реализована Идея Как-то по-русски Венс Пьетрус Один Тор Ну же Единого окна Да Жители Которые Вот все Необходимые Слуги Которые Необходимы Могут Будут подойти И Решить Свои вопросы Идея хорошая Ну опять Будем следить За реализацией Да Насколько Разрушив Ту систему Которая была В городе Построив Новую Так она Будет Функционировать Потому что Есть много Всяких Поговорок Когда Хорошими Умыслами Дорога Куда там Заказывает Рига Заказывает Ну посмотрим Идея Такая Хорошая Потому что Здесь видно Что Новая власть Пытается Быть поближе К избирателю Они пытаются Слушать Мнение Абхамис Не зря У нас На противоречии Всей логике Здравому смыслу И экспертам Транспорта Новая полоса Появилась На улице Шака Да И то есть Ну это как результат Один Что что Новая власть Пытается очень Слушать То что Говорят Абхам Бедриемс И ну Вопрос Что с этого Реализовать И сейчас Это как Следующий шаг Что вот Чтобы все Было В городе Распределено Поэтому Абхамис Чтобы они Сразу На местах Могли бы Все И решать Это хорошо Идея хорошая Но опять таки Время покажет Еще Тут нас Спрашивают Сейчас 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 Вот тут Просто Пришли Новые Сообщения Лига Суден Собирается В этом году За свой счет Менять все Счетчики На электронные Прошу Прокомментировать Ну Подтверждает Счетчик Водосчетчик Вообще Это Меньшинство Абсолютное Выбрало Власть А почему Большинство Должно Подчиняться Вот этому Меньшинству Ну это Философский Вопрос Интереса Оно не представляет Абсолютно Вы же видите Начали сразу С велодорожки Которая Никому не нужна Ну двум человекам Может и нужна А тысячи И тысячи Все недовольны Ну все Что нельзя было На пешеходном Вы видели Какой пешеходный Тротуар На Чаках Там взлетная полоса Ну Они идиоты Абсолютно Ну давайте Не будем Переходить на личности Это вопрос Философский Потому что Все таки Закон По выборам Самоуправления Определяет Какой-то Ну Какую-то Систему И те 70 процентов Которые Там 65 Процентов Граждан Которые Не пришли На эти выборы Они должны Подумать Почему они Не пришли Они Это им Известно Самим И главное То что На следующий Чтобы у них Был опыт На следующий раз Что все таки Нужно приходить И влиять Потом уже На какое-то Мнение Видите Кто пришел Тот получил Велодорожку Но кто Не пришел Не получил То что он Видел И хотел Вот это Очень просто Это не честно Да может быть Не честно Но в то же время Это как-то Регулирует Поток избирателей В избирательном Участке И потом Вопрос Очень хороший С той точки Точки зрения Что мы Можем вести Параллели С нашей Отраслью Почему в нашей Отрасли Нужно голосовать И решение Считать С принятым Только Если проголосовал 51% Или в других Решениях Даже больше А вот Депутатов Выбирать Любым Количеством Голосов Да Ну Тогда давайте Как-то Синхронизируем Чтобы в государстве С самоправления Все было бы Одинаково Если Депутатов Могут выбрать Столько Сколько Прошли Из большинства Почему тогда Люди Живущие В многоэтажках Не могут Тоже Вот сколько Они пришли С таким голосом И с таким Количеством Голосов И проголосовать За те Необходимые Вещи Которые Нужно делать Или пришли Или проголосовали Какая разница То есть Тогда вот Все остальные Могут Сидеть на диванах Ничего не делать Но все же Тем Которые активны Хотят что-то добиться В своем доме Вот Они за Каких-то изменений Почему им нужно Бегать и убеждать Всех остальных Они же не депутат Депутат Пускай Это очень хорошая Действительно мысль Да Потому что Мы всегда сталкиваемся Вот Если в доме Нужно Не знаю Ремонтировать крышу То почему-то Нужно Большинство Голосов Для того Чтобы Изменить Что-то В городе И Обустроить Велодорожки Это можно Может решить Вот Те 30% Которые пришли На выборы Я бы Я бы Здесь Добавил Так Все-таки Виноваты Те Кто Не пришел И Второе Меня очень Всегда Умиляет Вот Критики Власти Которые Совершенно Четко Знают Что надо Сделать Чтобы Было Счастье И он Где-то Пол Восьмого Восемь Тормозят Весь Общественный Транспорт Переполненный Автобус Страна А в этой Машине В каждой Хорошо И Редко Где-то Сидят Два Человека Все По Одному Так Вот Для них Создавайте Удобство Удобство Надо Для Пешеходов Для Общественного Транспорта Вот Извините Спасибо Спасибо Да Но тут Проблема Как раз У меня Есть мнение Насчет Этой Темы Почему Потому что Вот Эта Полоса Ее Логично Отдать Автобусу В котором Едут Несколько Десятки Людей Да А не Велосипедистам И Как вы знаете Главный Офис РНП Расположен Как раз На улице Чак И я знаю Что там Творится Вне Время Ковида Сейчас Время Ковида И автотранспорт За дорогу Очень много Пропал А когда Все восстановится Чак Улица Это кошмар Это просто Медленное Транспортное Сообщение Которые Просто Вот Двигатели У всех Включены И Какое Из-за ограждения Воздух Происходит Из-за этого Автобус Сейчас Если Посмотреть Что происходит Реально Он заезжает Автобус Правит Только Заехать В Петру В остановку Взять людей Выпустить Люди И он Опять В эту же Полосу Должен переехать Где Автомобили А это Одна полоса Целая полоса Свободная Для Вело Думаю Не стоит Зацикливаться Насчет Этой велодорожки Это неправильное Решение Неправильное Мы же сейчас Это все Понимаем Ну вот Еще один Сразу Звонок Может быть Комментарий Или вопрос Здравствуйте Здравствуйте У меня Такой вопрос Скажите Пожалуйста Кто Наводит Порядок С теми Компаниями Вернее С той службой Которую убирают Вокруг Установки У нас Идет Вот так Называемая Мусорная Война Когда Приезжает Уборочная Машина Которая Убирает Остановки Она Не Опустошает Мусорник Который Находится Урну Которая Находится На остановке Она Выбрасывает Мусор Который Якобы Жители Бросили В этот Мусорник И Выбрасывает За остановку А вокруг Остановки У нас Вообще Никто Не убирает Я говорю Про улицу Бикернику Про ту же Самую Остановку Несчастную Улица Бебрена Которую Никто Не убирает За которой Никто Не ухаживает У нас Этот Участок Где находятся Ёлки Которые Падают На голову Нам Где Остановка Вообще Не Обустроенная Платформой И Когда мы Просим Чтобы Немножко Нам там Обустроили То привозят Целую Грузовую Машину Щебенки Выгружают Мы Потом Портим Ог Ломаем Ноги То самое Царапаемся Об Эту Щебенку Все Остается На На том же Самом Уровне О котором Я каждый Год Звоню И спрашиваю В Рига Сатексмы И ничего Уменьшить Мне хотелось Знать Кто Должен Убирать Вокруг Этих Остановки И кто Должен Обустраивать Вот это Все Спасибо Ответственный За остановки Это Департамент Сообщения Сатексмы Департамент Так что Это К ним Обращаться Потому что Заказчик По этому Поводу Не является Ни обслуживающая Компания Ни житель А заказчиком Является Рижская Дума Которая Осуществляет Этот департамент Да Не знаю Ответили мы Или у кого-то Есть еще Что дополнить Да нет Абсолютно Проферлин Потому что Во всех Правилах Содержания При домовых Территориях Обозначено Что Жители Не отвечают За Улицы Которые По которым Идет Общественный Транспорт И за Остановки Общественного Транспорта Это Отдельный Департамент Сообщение Которое Размещает Заказы На уборку Содержание И благоустройство Этих Остановок Ну то есть Просто Просто Позвоните Им Укажите На определенную Остановку И что Вот это Уже Долгое Время Не в порядке Ну Насколько У меня Было Контакты С этим Департаментом Они отзывчивые Да Они Зафиксируют Это И должны Реагировать Не реагировать На первый раз Звоните Еще раз Еще раз Ну Должны Должны Принять Меру И сделать Тут Пришел Такой Вопрос У нас На Ватсап Для чего Нужен Старший По дому Какие У него Права По контролю Работы Управляющей Компании И на основании Каких Документов Очень Хороший Вопрос Сергей Начинаем Давай Старший По дому Нужен Для того Чтобы Вообще Такой Категории Как Старший По дому Нету Есть Контактное Лицо По закону Есть Контактное Лицо Которое Осуществляет Обмен Информацией Между Управляющим И домом Ну Это По закону Формальная Часть Дальше Есть Люди Неравнодушные Которые Могут Взять И берут На себя Обязанность Вообще-то Интересоваться Те Постоянно Тем Что происходит В доме Ознакомливаться Со сметами Предложениями На ремонт И так далее И каким-то Образум В пределах Своих Своего Понимания И полномочий Доводить Это до своих Соседей До своего Дома Это Очень Полезная Работа Дальше Какие Возможности От ничего До очень Широких Определяется Это решением Собрания Собственников Квартир Которые 51% Голосов Могут Поручить Конкретному Лицу Либо Группе Лиц Осуществлять Допустим Контроль За расходованием Ремонтного Фонда Могут Поручить Ознакомливаться И Давать Комментарии По поводу Ремонтных Смет И так далее И Которые Могут Давать Первичный Отзыв Относительно Планного Управления Которые Включают Финансовую Финансовую Категория Категория Людей Которые Если В доме Находятся То Более Менее Что-то Происходит Какие Документы То есть Это протокол Собрания Получается Где Выбран Да С этим Протоколом Принимать Финансовую Вишню Так По-моему Аэру Был Ну да Там Есть Нюансы Если Например В том числе Не Еще Перенят Права На управление Тогда Этим Парадом Командует РМП И РМП Говорит О том В том числе Каким Количеством Голосов Должен Быть Выбран Старший По-дому Да Ну вот Соглашусь С Сергеем Да Это Очень Общественно Полезный Человек Который Заботится О Интересах Дома И Нам Как Управляющим Нам Это Очень Ценно Потому Что У нас Есть С кем Говорить Да Там Спрашивать Слушайте Вот Денег Сток Да Вот Можем Сделать Или Труб Или Крыша Да Ну Что Будем Делать Да Вот Последствия Вот Такие 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 Да Есть Контактная Персон С которым Конкретно Решить Потому Что Самое Плохое Чем Мы Своей Повседневной Работе Сталкиваемся Это Безразличие Да Когда Никому Ничего Не надо И Дела Им Главное Покрасить Лестничную Клетку И Ну Не с кем Решать Вопрос Из этого Если Старший Подом Тогда Есть С кем Говорить Есть С кем Решать Вопрос Тут Кстати Пришли Уже От Других Людей Уточнения Вопросы Такие Старшим По дому Обещали Льготы По оплате Жилья Но Все Оказалось Обманом Работайте Бесплатно Вообще Считается Ли Это Работой И Может Ли Старший По дому Или Контактное Лицо Как его Называть Получать Какие-то Преференции Льготы За то Что он Выполняет Общественную Работу Может Но Я отвечу Сразу Например С точки Зрения РМП Который Самый Большой Все Риги Нельзя Потому Что Надирайшие Это Посчитают Что Кому-то Из Лиц Есть Какого-то Рода Другое Отношение Их Сразу Покарает Но То Что Можно Наверное Сергей Тоже Добавит Что Жители Своей Среды Его Выдвигают И Определяют Ему Финансирование Тогда Можно Совершенно Точно Решением Собрания Можно Назначить Ему Любую Преференцию Либо В виде Выплат Прямых Либо В виде Изменения Кваплаты Только Не надо Забывать Одного Что Это Является Доходом Данного Лица И Все Доходы Должны Обложены Законом Соответствующими Налогами Это Первое Второе Как правило Я не Сталкивался С тем Что Ставшие По Дому Требуют Себе Денег Ну И Еще Я Хочу Может Если Позволить Один Небольшой Пример Вот У меня Есть Ну Называйте Как Хотите Ставшая По Дому Мама Дом Я Не Знаю Ну Вот Последний Дом Который У меня Прошел Реновация Пришла Ко Меди Женщина Она Медицинский Работник Она Посидела Поговорила Насчет Разных Вариантов Ремонта Потом Пошла В дом И Подняла Дом На Реновацию Полную Комплексную Сама Обошла Всех Людей Со Всеми Переговорила Нашла Сторонников Еще раз Поговорили Приняли Решение Сделали Реновацию У нее Не было Ни решения Ни полномочий Ничего Она Просто Поняла Она Решила Что Это Нужно Пошла Поработала С людьми Сейчас Старший Не старший Но Это Человек Который Выполнил Колоссальнейшая Работа И кстати У меня Из 11 Домов Кооперативы Которые Были Реновированы Имели Такого Инициатора Который Ну Делал Эту Основную Работу По Привлечению Жителей Собственников Принятие Решения Было Тут Пишут Еще Спрашивают Курсы Вот Для старших По дому Ну Пишет Сама Ходила На курсы И нам Обещали Домоуправление Льготы То есть Существуют Ли курсы Что это За курсы И Каким Образом На них Попасть Были В курсы И В свое Время Финансировали Рыжская Дум Была Специальная Программа Тот Ким Образом РНП Сотрудниче По Этим Курсам Предоставляло Помещение И Свои Сотрудников Которые Обучали И Показывали Те Единственные Льготы Которые Еще Раз Сам Компания Которая Примечит Сомправлению Как РНП Она Не Может Например Одному Распределять Сумму По Обслуживанию Одному Не Распределять Там Строго Все По Закону Всем Одинаково Те Льготы Которые 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 Были Не Формально Представлен Так Называем Зеленый Коридор Когда У них Были Личные Контакты Всякого Рода Сотрудников С Которыми Ежедневно Им Приходилось Решать По Финансам По Юридическим Делам С Инженерами И так Далее Так Называем Зеленый Коридор Он Не Был Формальный Он Больше Был Не Формальный Поскольку Если Ко Почту Да Уже Лично Насколько Это Было Правильно Системные Точки Зрения Может Неправильно Но Это Единственное Что Мы Реально Могли Сделать Это Каким Человеческим Отношением Пойти Напротив Этим Людям Поскольку Они Все Заботятся Тоже Про Свой Дом И Вот Хоть Так Хоть Так Чтобы Побыстрее Попали Информации Чтобы У них Была Какая Ясность И так Попытный Вопрос Если Старший По Дому Обладает Таким Ну Такими Широкими Правами Зачем Создавать Бедрибу Вот Как Согласуется Бедриба И Права Старшего По Дому Ну Бедриба Я Неоднократно Говорил И могу Повторить Бедриба Это Инструмент Тогда Когда Дому Требуется В качестве Представительства Юридическое Лицо Как Правило Это Нужно В двух Случа Если Собственники Квартир Решают Что Они Будут Часть Денег Или Все Деньги Контролировать Жестко Сами Через Свой Счет В этом Случа Нужно Создать Юридическое Лицо Иначе Вы Счет В банке Не Откроете Второе Это Острая Необходимость В Бедрибе Возникает Тогда Когда Вы Делаете Реновационные Работы Либо Работы Связанные С Кредитованием Тоже Без Кредит Вам Никто Не Даст Как Физическому Лицо И так Далее Для Этого Нужна Бедриба Это Бедриба Как Инструмент Дальше Совершенно Прав Радиослушатель В остальных Случаах Если Вы Не Собственно Хотя Можно И Ставшему Дому Деньги Поручить Просто Но Не Всегда Это Будет Удобно И Прав Еще Бедриба Может Понадобиться Если Вы Вы Выкупаете Землю Или Докупаете Какие То Элементы Недвижимости Тогда Тоже Создается Калей Бедриба Потому Что Сто Процент Достичь Согласия На Покупку Допустим Выкуп Земли И Оформить Это Правильно Это Очень Практический Пример Что Сергей Уже Упоминал О том Что Например Бедриба Хочет На Своем Счете Держать Накопительные Деньги Для Ремонтов А Б Когда Они Сами Хотят Выбирать Кто Их Будет Трать С Подрядчиков Главный Вариант Третий Это Нестандартная Ситуация Когда На Земле Многоэтаж Находится Какое-то Среднение С которого Тоже Можно Инкассировать Эти Деньги Могут Поступать На Личный Счет Бедрибы И они Могут Распоряжать Этими Деньгами Главный Плюс Да У нас На самом Деле Я посмотрю Буквально Одна Минута Осталась И остались Продолжают Сыпаться Вопросы Которые Касаются Этих Тонкостей Между Домоуправлением Старшими По дому Жильцами Бедрибой Эти Вопросы Появляются Я думаю Что Наверное Не имеет Смысла Сейчас Озвучивать Потому что Мы не успеем Все равно На них Ответить А я Тогда Передам Вам Вопросы И Может быть Мы Следующую Программу Посвятим Начнем Во всяком Случае Именно С того Чтобы Ответить На Все Вопросы Которые Интересуют Людей Так что Я Те Кто Нам Эти Вопросы Задавал Призываю Обязательно Послушать В следующий Понедельник В 10 утра Мы Начнем Как раз С ответов На Вопросы Спасибо Большое За Участие Я Напомню Что Председатель Правления Товарищества Центр Консультации Собственников Квартиры Председатель Кооператива БАК-2 Сергей Сидор С нами Был Айверс Гонтерев Бывший Руководитель Ригас Намун Парвал Некс И Эрвин Страупе Заместитель Председателя Ассоциации Управляющих Латвии Спасибо